В 1359 году на примере тех валахов, эти валах из Молдовы поднимают восстание против венгерского короля. Правили марком Молдовы ставник венгров, князь Драгош, если вы слышали, первый князь из Молдавии, но он был ставником венгров, и восстание было подавлено. Другим Драгошем тоже из Марамуриша отправлен, но уже назревает другой конфликт, потому что в Марамурише князь Богдан, который правил Марамуришем, впал немилость венгерскому королю, и он начал со своими людьми подготовить переход в Карпат. Тайно, неожиданно, что было сделано в 1362 году. Когда венгерский король был занят неаполитанцами, там война была, жена убила мужа, то есть родственника, этот пошел наказать, литвы были заняты татарами, воевали и на это время здесь, у Синии Воды, марамуришский князь Богдан захватил власть. Венгры, когда проснулись, отправили армию, чтобы подавить это новое восстание, но были побиты, разбиты. И в 1365 году венгерский король был вынужден признать князя этого, дряного этого, такого, 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 что он оторвал от нас вот такой кусок. Я призвал смолдатское фитальное княжество. Когда была построена крепость Саровская, есть несколько предположений. Кантемир говорит, что это Генуэрский замок. Что Генуэст от Черного моря добрались до Сарок. Я был в Хатине, у нас есть проект Треставрадской крепости, у нас на днях археологи будут продолжать работать на 3 миллиона евро у нас в проекте. 2 миллиона Сарокской крепости, а 1 миллион Сучава и Хатин, наши партнеры по проекту. И вот я был в Хатине, они тоже говорят об этом, и к Генуэстам. Но на самом деле они не успели добраться до этих мест. Это побережье Черного моря, отсюда нет, вряд ли, это дикие места. Так что и следов нет у Генуэстов. Но Кантемир кое-что знал. Грех не сказать об этом. Так что русские ученые, имея в виду царского периода, они говорят, как Кантемир, что это замок Океоне, Генуэстской крепости. Советские ученые, Чебутаренко, Байцеховский, они утверждают, что замок крепости Сарокской была построена сыном Штефана Чалмари, Петру Рарих. У них есть аргумент. Они говорят, что князь написал два письма в Бистрицу в 1543 году и попросил магистрат Бистрицы, чтобы ему направили сюда знакомых мастеров для руководства фактикационных работ в Сароках. Они-то и говорят, вот прибыли мастера, а вот вам и крепость. Бистрица-карпатская? Богдан сын Штефана просит разрешения у польского короля воспользоваться мельницами на Днестре напротив замка нашего Сарокского, что есть оружие от поганства. То есть защита татар. Замок это каменное строение. 1517 год утверждается документ о купле-продаже села Солонец, который чуть раньше в правлении Штефана Чалмари поменяли на три села. Косачевцы, Тринчинцы и Стрижаковцы. Да, прислухают к нашему граду Сароце. Крепость нашей Сарокской. Если мастера прибыли из Трансилвании, они не крепость построили, они сделали совсем другое. Они предложили нашему князю отремонтировать ее. Появляется осадная артиллерия. Это не первые пушки, маленькие. Так, плевались только огнем. Это были уже опасные вещи. А внутри все было деревянное. И все горело очень хорошо. Поэтому нужно было срочно поменять антураж крепости. И они сделали, они подняли двор. Денестр не заходит. Они построили вот эти казематы-хранилища для пороха и продовольствия. Ведь не будешь держать порох. Ты или в сарае деревянный, или посреди двора. Продовольствие и оружие тут, в казематах. Поднимается стена вверх над казематами жилые помещения. Крыша. Вот она, балкон на второй этаж. Все по кругу. Не перекрытие полностью, а по кругу. Вот как казематы. И наверху третий этаж. Там уже друму без стражи. Там защита крепости. Вот эти работы были сделаны в направлении Петра Рариша. Но все-таки кто построил крепость? Тамара Местеров, Бызгу, еще другие в Кишиневе говорят, что это крепость Штепана Чалмаре. Что он примерно в 60-е, 70-е, 80-е. Но когда мы все знаем про Штепана Чалмаре, события, что он делал, да не только год, но месяц и день. А тут крепость строится 10 лет. И никакого документа. Подозрите на все это, что вряд ли Штепан ее построил. Да, он упоминает ее в документах. Но вряд ли он ее построил. Кирилю ремонтировали. Мы знаем, даже сколько рабочих. Строится такая крепость на границе с Польшей. И поляки не пишут, я другу. А мы с Польшей там было? Да, Жечь Посполита. А мы ничего не знаем. Вот. Так что тут интересно, кто ее все-таки построил. Значит, произошло одно важное событие, о котором в истории почти не писали. В 1399 году, подстрекаем ханом Тахтамыш, который сбежал из Орды, в князь литовский Витольд Витаутас решил захватить власть в Орде при помощи Тахтамыша. Тахтамыш стал великим князем, ханом, а подчиняться будет Витольду. Но для этого нужна сила. И вот Витольд поднимает литовцев, тевтонских рыцарей, 100 человек, 100 рыцарей, шляхта польская вся, дружины русские, кроме Москвы. Сейчас сидят в кустах и смотрят, что случится. Подоляне, Молдаване с нашим князем Штефаном, Мунтиане, Валахия со своими капитанами и 100 тысяч, 100 тысячное войско идут драться с татарами за Золотую Орду. Объединились в Киев, идут навстречу татар в Днепр, реку Чарушка, Речушка, Ворскла. Первый прибыл хан Кутлюк. Витольд и хан ведут переговоры. Кутлюк не такой боевой, он немножко боится. И видно, это все, железо, артиллерия там, все такое. Он увидел и стал немножко бояться. Но шли переговоры, и он тянул эти переговоры, потому что ему на помощь спешила вся мощь татарская. Эмир и Эдигей. Как прибыл Эмир, старик, он сразу никакие переговоры и прямо в бой. Погибло от 50 до 70 князей. Даже больше, чем в Куликово поле. Почти вся армия погибла. Никто не спасся. Первые побежали и спаслись. Витольд и Тахтамыш. Им, я думаю, и тоже наши. Молдаване и Мунтиане. Почему? Потому что в поле был ранен, в бою был ранен князь наш Штефан. А его погребение в Радовудсах. Какой? Нет, нет, нет. Штефан другой. Это XIV век. Один из первых князей. И вот что делают. Наши убегут, убежали туда, но с раненым князем. И он умер от ранений. Его хоронили в монастыре Радовудса. Власть в Молдавии взял Юга Ологу, наследника. И сразу же Юга Ологу, который правил несколько месяцев, первые дела, что он сделал, срочно начал ремонтировать, расширить Белгородно-Месровскую крепость. То есть у нас появилась такая угроза, что татары вернутся назад, а Молдова снова станет маркой Молдовой. Тампонная зона между татарами и венграми. И чтобы этого не было, князья срочно начали строить крепость. Юга Ологу начал. Это Албы, Белгородно-Месровская крепость. А Александр Челбун, который пришел сразу в власть после нескольких мест, после Юга, взялся за остальное. Я думаю, что в год управления Александра Челбун и была построена Сорокская крепость. Вот это 1400-1430. Почему не после 30-х? Потому что сыновья Александра Челбун, Петра и Штефана дрались за власть. Они кололи друг друга. Они убивали друг друга. Они дрались за власть. Им некогда было думать о стране. Они думали, кто это как. Так что быстрее все. А потом это другой сын, Петра Арон, дядя Штефана Челмари, убил отца Штефана Челмари, Богдана. Лишь приходом к власти Штефана, но у Штефана были совсем другие дела. Он только больше воевал. Но лишь во второй паладине правления он уже строил церкви, монастыри. Благодарил Богу за то, что выдержал все это. Так что крепость была построена. И в течение 10 лет фундамент уходит в землю на 5 метров 20 сантиметров. 5 метров 50 уже вода. Терраса днештра. Копать дальше нельзя. Так, и там дальше уже на улице видны уровни строительных работ. Это где-то 6 уровней. И 2 фундамента минимум. Я не говорю, что именно это может быть. Это 3-4. И получается, что внутри деревянной галереи леса деревянная, чтобы подняться, ходить по кругу, чтобы туда наверх подняться. Это где-то 10 лет. Ее построили. Какие функции были у Саровской крепости? В первую очередь создание военной политической границы вдоль Нестра. Второе. Это экономическая безопасность. Надо защищать все у нас Саровского края. И третье. Уброда через Нестки. То есть торговая безопасность. Что за страна, которая не может дать эту безопасность торговцам, которые привозили и увозили товар. Вот так что это и были функции. Но самое интересное, архитектура. У нас много крепостей, но ни одна из них не похожа на Саровскую крепость. Но если она для нас уникальна, то она не уникальна для европейской культуры и цивилизации. Потому что Саровская крепость по своей архитектуре, а это представляет собой огромную круглую башню и восемь маленьких, это, извините, пять маленьких вокруг, то она похожа на замок Дельмонта в Италии в 1240-й год. Вот вам и Кантемир. Что-то там генуэзское, что-то там итальянское. Вот замок Дельмонта построен в 1240-м году Фредерико II. Вот Саровская крепость и похожа. А, кстати, я, извиняюсь, я маленькую такую ставку чуть-чуть не по теме, но связываю. Московский Кремль и замок Сфорца в Милане один к одному. Смотри. Итальянцы строили московские. Итальянцы строили. Я, дай, 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 дай. То есть, вообще, итальянские строители были, ну, одни из самых лучших мастеров в Европе. Они строили везде. Ага. Дальше. Вот как молодоватский гастарбайтер. Да. Дальше, дальше самое интересное, что в 1265-м году в Великобритании строится замок Ресторнелл. Вот он перед вами. Даже диаметр, если здесь 30 метров диаметра двора, то там 34. Единственное отличие отсутствует в этой круглой боевой башне, 4. Входная она есть. И те же самые хранилища, те же самые леса, что подняться на самый верх. И в 1361-м, в 1777-м строится самый совершенный, самый интеллектуальный замок Великобритании, Квинборо. Такая же огромная круглая башня, и 6 маленьких вокруг. Все они отличаются. Не точная копия. Но все имеют треснанные характеристики, что их объединяет воедно-единые. Все они круглые. И во все, что круглые, крепкие. Система обороны. В Капу-де-Сеже. Система обороны. Концентрическая. 2, 3, 4, 5, 6 пушек стреляли в одну точку. А слабые ворота прекрасно было защищено. Фланги в артиллерии. Две пушки вот оттуда и две оттуда стреляют прямо в ход до крепости. Больше половины гарнизона туда стреляют. Стрела, выпущенная из турецкого лука, летала на 560 метров. Поэтому все амуры, они были все вооружены турецкими луками. Чтобы прямо попасть в замысел. А, вот так. И крепость она построена. Еще интересная вещь. Да, здесь и не закончится. Прихожу я в 2 часа. Летом у нас... Я более свободный так. Могу себе позволить опоздать. Нет, директор все-таки. Но тут опоздать нельзя. Потому что с часу до двух обед. Приходят они в час тридцать. Ждут в солнцепеке полчаса. А ты еще полчаса не пришел. Значит, я в 2 часа. Мы с Краймсерту всегда открыли. Чтобы люди не было в плохое настроение. Они отдыхают. Точно, один ждет. Говорю, здравствуй. Халлоу. Откуда ты? Я ему говорю, ты из Великобритании. Ну я сейчас, что Саровская крепость похожа на замка Европы. Лопнет и зависит. Я ему говорю, что она похожа на то-то-то-то-то. Я говорю английский. А он говорит, да, я знаю. А сейчас у меня вопрос. А я сижу, думаю, вот тебе и на. Нужно было тебе себе замок. Я дам такой вопрос. И ты... А я говорю, а ты мне скажи сейчас, что здесь делает вот этот нормандский замок? То есть архитектура. Вот эта архитектура характерна для нормандских замок. Кастеру-дель-Монте Фредерико II. Нормандский император. Квинберу, Ресторно. Все эти. Все замки нормандские. 1066 год. Это они захватили Великобританию. Британские острова. Сражение у Хастингса. И эти нормандцы, французы. И в деле построили все замки. Я сижу и думаю, а тут-то кто? Там же нормандцев здесь не были. И вот я думаю, гадаю, думаю, ну кто же, кто-то, кто-то связан с этим делом. Я подумал насчет быстрее всего, насчет тамплиеров. Они могли оттуда, с Франции, с этой, с Истилята, могли прийти сюда. Но не будем грешить насчет тех, которые знали Кастеру-дель-Монте, замок Дель-Монте. Они могли этого делать. Так вот где закроются тамплиеров зарытые. Сижу я в крепости. 2006 год. Заходит цыган. Олезье немножко. Заходит цыган и говорит, влезут у нас. У тебя тут золотая лошадь закопали. Я говорю, елки-палки. Вот столько вы мне надоели с вашей золотой лошади. Нету никакой комплиеров. Нету никакой золотой лошади.